Здравствуйте, дорогие читатели! Всемирный День Здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной Организации Здравоохранения. За время, прошедшее с тобой исторического момента, членами Всемирной Организации Здравоохранения, БОС, стали 194 государства мира. Ежегодное проведение Дня Здоровья вошло в традицию с 1950 года. Информационно-просветительские мероприятия дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровья в их жизни. А здравоохранительные организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. Каждый год Всемирный День Здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под разными девизами. В безопасности твоей крови, спасение жизни многих, активность, путь к долголетию, беременность, особое событие в жизни, сделаем его безопасным. Защитим здоровье от изменений климата, тысяча городов, тысяча жизней, урбанизации здоровья, устойчивость к противомикробным препаратам и ее глобальное распространение. Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам, высокоартериальное давление, маленький укус – источник большой опасности, безопасность пищевых продуктов, победим диабет, депрессия. Давай поговорим. Здоровье для всех, всеобщий охват услугами здравоохранения, поддержим работников сестринских и акушерских служб и другие. А в 2021 году День был посвящен теме борьбы с распространением коронавирусной инфекции. И девизом Дня стали слова «Построим более справедливый, более здоровый мир». Во Всемирный день здоровья 2022 года на фоне продолжающейся пандемии, планетарного экологического кризиса, натисков таких заболеваний, как рак, астма и болезни сердца, ВОЗ решила обратить внимание и мирового сообщества на срочные действия, необходимые для здоровья человека и планеты, и укрепить движение за создание общества, ориентированного на благополучие человека. Девиз Дня – наша планета, наше здоровье. Согласно оценкам ВОЗ, предотвратимые причины экологического характера ежегодно уносят жизни 13 миллионов человек в мире. К ним относятся и климатический кризис, самая большая угроза здоровью человека, который является также кризисом в области здравоохранения. В результате сжигания ископаемых видов топлива более 90% людей дышат вредным для здоровья воздухом. С повышением глобальных температур все быстрее и дальше распространяются болезни, передающиеся комарами. Экстремальные погодные явления, деградация земель и дефицит воды приводят к вынужденному перемещению и людей, и ухудшению их здоровья. Загрязняющие вещества и пластик проникают в самые глубины мирового океана, на склоны высочайших гор, а также в систему производства пищевых продуктов. Производство вредных для здоровья продуктов питания и напитков с высокой степенью переработки, на долю которого приходится треть выбрасываемых в атмосферу парниковых газов во всем мире. Приводит к массовому заболеванию ожирением, вызывает рост числа онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Всемирный день здоровья представляет для всех стран мира хорошую возможность приложить сконцентрированные усилия для решения ключевых вопросов общественного здравоохранения. А эксперты ВОЗ также обращают внимание на дефицит медицинских кадров в мировом масштабе, который составляет 2,5 миллиона врачей, 9 миллионов медсестер и акушеров, 6 миллионов работников других медицинских специальностей. Проблема стоит более остро в бедных странах, но и в развитых экономиках медицинские кадры слишком часто сконцентрированы в городах, из-за чего снижается качество помощи в сельских и удаленных районах. Во Всемирный день здоровья ВОЗ призывает привлечь все сектора государственной власти к принятию мер по устранению глубинных причин неравенства и наращивать объем ресурсов, вкладываемых в развитие первичной медико-санитарной помощи. Компания по случаю дня также может стать для министров здравоохранения и других представителей власти поводом взять на себя обязательства принять меры для устранения пробелов в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения в своих странах, а также подвести итоги уже проделанной работы. Всемирный день здоровья – это глобальная компания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения с целью проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей. Дорогие читатели, отдел обслуживания Муккандинской МЦБС приглашает вас посетить выставку «Здоровым быть здорово». Здесь для вас представлены книги, содержащие информацию о том, как позаботиться о здоровье, как его можно и с помощью чего ему можно укрепить. Мы ждем вас! До новых встреч! Продолжение следует...